теперь я вам показываю Тимоша он сегодня не стал мне ночевать мы съездили на Нинесе и скупались вода конечно ледяная одна же горная речка это не низина вот я хотел чтобы он рассказал как он зарабатывает деньги потому что в прошлом году я еще с деревянным ходил этим телефоном в прошлом году купил за 10 тысяч теперь ему надо за 10 тысяч я сказал пожалуйста 100 ведер по 100 рублей умножай будет 10 тысяч ну если он сейчас заработал 7 тысяч догадайте сколько ведер он догадайте это я сейчас перейду чуть-чуть к воспитанию молодежи манджурские орехи первое падают вот яблоки падает вот евразия 21 падает вот снова падают снова падают ему осталось 30 ведер собрать груши падают и чему это все говорю воспитание молодежи каждый понимает по-своему мы с Тимошкой каждый день почти на так называемый прокат мы берем велосипеды ну уже все поперепробовали кроме велосипедов последний раз это было так уж вышло нет предпоследний раз это было среда мы пришли ноль никого ни одного ребенка два прокатных этих куча тренажеров ни ни одного ребенка ни одного взрослого потом несколько детей появились через час мы уходили снова было ноль а в пятницу мы были с ним красный хутор площадка детская сделали наконец тренажеры даже чуть современнее чем в городе человек 15 детей то есть соотношение городских и деревенских получается 100 к 1 или 1000 к 1 там огромный стадион посреди города пустой иногда несколько детей бывает бывает редко редко кто-то там на этих парольных контакт 1 1 2 на этих на самокатах вот ну и пару взрослых на велосипедах ну и пешком ходит несколько от старости убегает и вот мы были шокирован я был шокирован когда на детской площадке в деревне оказалось столько детей молодых возраст чуть старше тимоши в основном девчонок много удивительное место какое-то заряженное вот а это если день в какой-нибудь европе каких-нибудь там нидерландах тимошка бы отняли бы у меня и оказался бы он в приюте потому что мы неправильно воспитываем детей надо было им просто дать десять тысяч на телефон и самому это собирать это бывает еле ползает вот